Замороженная, копченая и вяленая рыба, морепродукты и консервы. К палаткам так просто не подойти. Очереди. Цены здесь ниже, чем рыночные. Масштабный фестиваль «Дальневосточная рыба» во Владивостоке проходит впервые. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий в нашем городе было как можно больше, потому что город рядом с морем находится. Компании очень много, которые занимаются рыбным промыслом, добычей, переработкой. Поэтому пусть это будет все доступно и пусть наш город процветает. Идея фестиваля – показать, что рыба может быть доступной для всех. О необходимости поработать с ценами на морские ресурсы говорил глава региона Олег Кожемяка во время конгресса рыбаков. По его инициативе и был организован праздник под названием «Дальневосточная рыба». К слову, Олег Кожемяка тоже побывал на центральной площади Приморской столицы и пообщался с гостями ярмарки. По его мнению, у жителей края должна быть возможность брать рыбу под той цене, которая отражает истинную себестоимость с небольшой наценкой торговой сети. Многие продукты дешевле гораздо, чем в магазине, и приличные. Так что мне этот фестиваль очень нравится. Хочется, чтобы он задержался у нас в Приморском крае в городе Владивостоке надолго, в смысле из года в год хотя бы, делали такие праздники. Отличный фестиваль, мне очень нравится. Весено, заторно. Здорово. Приобрела печень трески. Для моего возраста нужно есть на завтраке. Печень обязательно трески. А это, вы знаете, я вообще-то пока работаю, вот, как-то не отслеживаю цены. И поэтому, ну, да, дешевле, вообще-то дешевле. Ну и, конечно, хорошо, что делают такие ярмарки для людей. Первый рыбный фестиваль стал не только большой ярмаркой. На сцене в этот день гостей развлекали творческие коллективы Владивостока. Для всех, кто пришел на фестиваль, были организованы конкурсы и мастер-классы. А запах горячей ухи привлек сотни человек. Праздник дальневосточной рыбы планируют сделать ежегодным. Впрочем, работать над снижением цен власть и бизнес намерены на регулярной основе. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова